Шалом вам, добрый день, мы опять с Нерией, мы в жертвах, мы разговаривали про пасхальную жертву, мы разговаривали про жертву Шавуота, но, как вы заметили, мы не сильно придерживаемся плана, и по пути возникают вопросы, которые я задаю, которые он реагирует, понимаете, горачей кровь, и мы хотим просто разговаривать и обсуждать вещи, уверен, что некоторые из тех вопросов, которые мы поднимаем не по плану спонтанно, отвечают на вас, на ваши вопросы, Поэтому давайте будем дальше продолжать эту передачу, жертвоприношения, памятные даты, праздники Господни, Нерия, расскажи нам, пожалуйста, Роша Шана или Трубный день, как его называют, потом Йом-Кипур и Суккот, какие жертвоприношения там были, что там? Давайте мы коснемся, 29 глава книга Чисел, и в седьмой месяц, первый день месяца, да будет у вас священное собрание, никакой работы не работайте, пусть будет, это у вас день трубного звука, Роша Шана, да? И принесите все сожжения в приятное благоухание Господу, одного тельца, одного овна, семь однолетних агницев без порока, и при них в приношение хлебная пшеничной муки, смешанная с елеем, три десятых части ефы на тельца, две десятых части ефы на овна. То есть здесь мы видим жертва повинность, жертва хлебное приношение и возлияние, да, то есть это все должно быть, да, то есть мы видим, как бы, три разных жертвы, но которых Господь повелевает сделать, как бы, рецепт определенный, который смешивается. Одну десятую часть ефы на каждого из семи агницев, и одного козла в жертву за грех для очищения вас, всех новомесячного всесожжения и хлебного приношения его, и сверхпостоянного всесожжения и хлебного приношения его, и возлияние их по уставу в приятное благоухание Господу. То есть и все остальные жертвы тоже были присутствовали здесь. То есть это не была единственная жертва, их там была куча жертв, да, потому что большая толпа, каждый приносит свою жертву, и каждый знает, что он грешный, приносит жертву за грех, потом жертву повинности, и это все должно быть с хлебным приношением и с возлиянием, это все, как бы, приятное благоухание Господу. Когда мы читаем молитвы, там есть такой раздел о жертвоприношениях, чтобы это было в память, и там описана каждая жертва, сколько, чего и поскольку. Там, например, если вино, какое вино? Там написано Яйн Кафрисин, то есть из Кипра. Почему? Потому что у него есть специальный запах, который, когда он горит, он приятен. И также в книге Левит, например, в первой главе там написано, чтобы вы не приносили ничего квасного и меда нельзя приносить. Почему? Потому что если попробуете мед поджечь, он воняет ужасно, да, то есть и Бог говорит, чтобы вы не приносили ни меда, ни квасной, потому что это неприятно Богу. А когда горит пшеница, да, часть пшеницы, не вся пшеница, которую приносят, да, если приносят там минимум два с половиной килограмма. То это же жемень, бросают жеменью. И когда она говорит, она приятна, то есть она, запах такой приятный, да, и это приятное благоухание Господу. 29, число 29, 7. В десятый день седьмого месяца пусть будет у вас священное собрание, смиряйте души ваши. И под этим названием, как бы, когда человек смиряет свои души, это значит, он голодает. Наши мудрецы пришли к такому пониманию, если ты хочешь смирить свою душу, то ты должен смирить свой живот, да, то есть ты не должен кушать. И эта жертва... То есть это про емки пур мы говорим сейчас. То есть про жертвы Роша-Шана, мы прочитали, что все жертвы участвуют в этом, с разной комбинацией, это должно быть приятным благоуханием. В это время трубят шофары, и все это символизирует то, о чем говорится в Новом Завете, на небесах вострубит труба. Это первое фессалоникийцам, 4 глава, 13 стих. Интересно, у фессалоникийцев была одна большая проблема. Они не хотели работать. Поэтому Павел жил среди них и работал, делал палатки. Что значит они не хотели? Что они верили в теорию преуспевания? Нет. Они говорили, что какой смысл работать? Скоро Господь вернется, давайте. Да. И Павел сказал, я буду работать, а когда будет труба, мы не знаем. Да. И он своим примером показывал, что нужно жить обычной жизнью. Откуда это мы знаем про фессалоникийцев, что они не хотели работать? По смыслу. Когда Павел говорит, не хочу оставить вас, братья неведений, а умерших. Потому что они говорили, если человек умер, значит он упустил пришествие Иисуса Христа. И он говорит, я хочу напомнить вам, что если Иисус воскрес, значит и мы, если мы умрем, воскреснем. Окей. Это одно из воззрений. Хорошо. Интересно. Мы, значит, все-таки рожь Ашана или Хаг Зихрона Труа, праздник труб, это символизирует как раз тот день, когда на небесах будет труба и мертвы воскреснут прежде. То есть это как бы исполнилось. Это еще не исполнилось. Да. И в первом послании Коринфянам 15 глава та же самая идея тоже, труба и воскресение из мертвых. Хорошо. Сейчас мы переходим к Йом-Кипуру. Это очень такой трогательный момент. Даже в модерном Израиле, когда храма нет, когда, наверное, большая часть населения, это светское население, все умирает. Может кто-то спокойненько где-то тихонечко кушает, мы этого не знаем. Но большинство людей все-таки постятся, большинство людей, по крайней мере, делают то, что называется у нас хижбон нефеш. Они думают, как мы прожили год. И очень многие идут на Тфилот Кагаль в синагоге, где они это могут сделать, чтобы прочитать, вспомнить, перечислить молитвы. Есть молитва, когда мы вспоминаем все обеты, которые исполнили, не исполнили. Многие верующие говорят, нам, Ишуа, все коллективно прощено. Есть, да, такие говорят, если вы идете в синагогу на Йом-Кипур, значит вы не веруете, что Иисус искупил вас от всех ваших грехов. Но опять, это часть нашей культуры, мы отождествляемся с нашим народом, и поэтому мы на Йом-Кипур тоже постимся и тоже молимся за спасение нашего народа. Йом-Кипур – это уникальный день, потому что Бог в этот день прощает грехи народа своего. В Агадот есть интересный рассказ. Агада – это сказания, народные сказания, предания околобиблейские. Это не есть оригинальное слово Божие, но понимая Агадот, мы можем видеть многие смысловые нагрузки, в которых Израиль живет. На Йом-Кипур первосвященник приносит два козла. Одного он убивает, и кровью этого козла заходит святая святых, чтобы окропить крышку ковчега, и это символизировало прощение народа Израиля. А второго козла – живого. Сбрасывали со скалы? Нет, завязывали ему красную ленточку и отпускали его в пустыню. И через какое-то время люди видели, что эта красная ленточка становилась белой. И это был знак от Бога, что Бог простил свой народ. И как ближе ты находился к святая святых, тем больше было прощения. А чем ты отдалялся от святая святых, тем меньше было прощения. Поэтому если козел этот с ленточкой был очень далеко, и там, и на обе... Не о козле, а о человеке. А козла отпускали в пустыню и видели потом, как через какое-то время, что эта ленточка становилась белой. А почему она становилась белой? Выгорала на солнце? Не знаю, Бог прощал. Чудо происходило? Чудо происходило. Наверное, чудо происходило. Ну а Талмуд говорит в Агаде, что где-то за 40 лет до разрушения храма эта ленточка переставала быть белой. Она всегда становилась быть красной. Но по поводу этого козла есть другое пояснение. Его выводили и сталкивали со скалы Лазазель. Но он не умирал. То есть весь смысл был, чтобы этот козел был живой. Почему живой? Потому что тот, которого убили, не может воскреснуть. То есть это прообраз нашего Господа Иисуса Христа, который принес себя в жертву умилостивления за нас и воскрес. И поэтому здесь два козла. Один живой, а другой мертвый. Кстати, когда очищают прокаженного, он тоже приносит жертву. И тоже две жертвы. Одного убивают, а другого отпускают. Или когда посвящают первосвященника, там тоже такая же жертва. Тоже один живой, а другой... Я не знаю, думал ли ты когда-нибудь об этом, но интересно, что перед Пилатом стояло двое. Один Ешуа, которого мы знаем, сын Отца, а второго звали Бараба, Севрита Бараба, сын Отца тоже. Один пошел в умилостивление Господу, а другого отпустили. И тоже есть какая-то стимуляция. Я не знаю, насколько это можно подчеркивать, но она существует. Бараба не может быть прообразом жертвы, потому что жертва должна быть томима. Чистая. Чистая. А этот убийца... Ну, окей, но леазазель в наказание... Ну, не знаю. Давай мы оставим этот момент. Я хочу... То есть Иисус, Он и есть воскресший, умерший и воскресший. Йом-Кипур. Да. Я сказал, некоторые с сомнением относятся к этому празднику верующие. Говорят, зачем он вам нужен? Мы уже прощены в нем. Я рассматриваю, лично я рассматриваю этот момент как монету. Есть там орел и решка. И если рассматривать так, то на одной стороне написано. Ты спасен. Твое имя записано на небесах. В книге жизни. Ты вышвоскресен из мертвых. Это то, что ты всегда держишь в руке. С другой стороны написано. То, что Павел в нескольких своих комментариях написал. А я не хочу остаться недостойным. Стремлюсь к почести высшего звания. Я прилагаюсь. То есть, когда человек делает хешбон нефеш. Поэтому у меня нет какой-то контракции с постом Йом-Кипур. Я в этот день задаюсь вопросом. Где я? Кто я? Почему я? Боже, помоги мне исправить какие-то вещи. Хоть я знаю, что за меня уже совершена была жертва. То есть, я не вижу больших проблем. Опять, когда мы говорим о спасении, мы имеем уверенность в спасении или есть все равно какое-то оно? Потому что сам апостол Павел говорит, тот, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. У нас всегда есть вот этот хешбон нефеш, как ты говоришь. Мы всегда спрашиваем, где я стою. Не придумал ли я себе все вот это? Не живу ли я в каком-то обмане? Правильно ли я хожу пред Богом? И как моя жизнь проявляет Богом? Нерия, пожалуйста, прокомментируй такой момент. Мы с него начали 3-4 урока назад. Когда я сказал такой момент. Жертва Машеха, жертва Сына Божьего, была очень похожа на Йом-Кипуровскую. Но совершилась на Песах. Почему? Что там такое? Опять, я уже как бы тоже косвенно ответил на этот вопрос, потому что жертва Иисуса была последней в этом цикле. И она покрывает абсолютно все жертвоприношения в годовом цикле еврейского календаря. То есть, первая жертва была в Египте, пасхальный агнец, и последняя на кресте, тоже пасхальный агнец, который закончил весь этот цикл. И после Иисуса Христа уже нету жертв. И что это значит? Каким образом? То есть, в жертве Иисуса Христа совокупляются абсолютно все жертвы. То есть, закончил цикл, начал цикл, то есть, в Песах был начат, и Песахом оно как бы закончилось им. Но, одно из основных возражений, которые мы слышим среди израильтян, евреев, не только в Израиле, но и израильтян особенно, которые, когда ты им начинаешь говорить про Ишуа, что он о Машеах, и все такое, избавитель, они сразу говорят, слушайте, Машеах должен был искупить нас, он должен был вложить Тору в наше сердце, он должен был сделать нас не хвостом, а головою, то есть, он должен был изменить какие-то субстанции в мире. А вы говорите, что он Машеах, а что же он сделал? Почему мы не видим, если вы сравниваете его с ягненком в Египте, так Мейла, из Египта нас Бог из этого ягненка вывел живыми. А вот сейчас, смотрите, всякие беды над нами проходят, и все. Как понять вот этот момент? В Рите есть два слова, которые описывают искупление. Первое это пидион, то есть, искупил, выкупил. Выкупил, это с деньгами связано. Это если я купил ковер, но у меня нет машины, и я оставляю деньги в магазине, получаю квитанцию, говорю, я завтра приеду, заберу. То есть, он мой, но пока у тебя стоит. Это смысл пидиона, правильно? Не совсем. Пояснишься такое пидион. Теперь, когда Бог говорит в 13 главе исхода, что ваши первенцы не были, не погибли в Египте, они Мои, вы должны посвятить Мне. А если вы не хотите посвящать Мне, выкупайте их. Окей, что это значит? Выкупать. Ты приходишь, даешь деньги священнику и говоришь, это вот мой первенец, я за него плачу, он теперь будет моим. Поясни, наверное, на понятном языке. На понятном языке. Слово пидион. Да. Выкуп. Выкуп. Да, но все равно, ну приведи пример. С ковром тебе не подошел мой пример? Нет. Ну-ка скажи другой. Например, если у тебя родился Ишак, он у тебя первенец. Первенец, да? Первый мой Ишак? Да. У меня он не может родиться Ишак, я не Ишак. Ну ладно. У тебя не животное. Я понял. Родился у тебя, родилось у тебя животное. Но это животное не кошерное. Это не кошерное животное ты не можешь принести в жертву. Окей. Ты идешь к священнику, говоришь, вот у меня родился Ишак. Я тебе даю деньги за этого Ишака. Окей. И он будет теперь моим. И я могу теперь пахать на нем, да? Выкуп первенца. Выкуп первенца. Это пидион Бен. Окей. Да? Так же и первенец твой, когда у тебя родился первый сын, не дочь. Ты идешь к священнику. А если первая дочь родилась? Не считается. А второй сын? Нет. Вот тогда идут? Нет. А, только когда первый сын родился? Только когда первый сын. Окей. Да. Тогда ты выкупаешь его. Это называется пидион. И Иисус на кресте подаутану. Он заплатил своей кровью за наши грехи. Окей. То есть, ты или он, если ты согрешил, ты достоин смерти. Но вместо твоей крови... Меня умер Ишу. Он принимает жертвенное животное. Но это жертвенное животное не очищает тебя от греха. А только покрывает. А только покрывает. А смерть Иисуса... Она очистила. Она очистила. Окей. И он как бы заплатил эту цену. Окей. Теперь. Но когда Иисус приедет, то есть придет во второй раз, тогда будет полное искупление. Тогда будет геуля. То есть, два слова для избавления. Одно пидион, а другое геуля. Пидион обозначает выкупил. Мы принадлежим ему, потому что очищенные святые. Но процесс полного освобождения случится, когда включится слово геула. Когда он вернется. Что вы совершите? И вот это наш народ пока этого не видит. Они не знают разницу между словом пидион, падао тану и между словом гаалю тану. Ты знаешь, я тебе скажу интересную вещь. Я разговаривал с любовическими хасидами. И ты знаешь, что среди них есть люди мессианского толка, как мы. И они говорят, что ихний раб, Минахем Шнерсон, он умер сколько-то лет назад в Нью-Йорке. 20 лет назад. И сейчас он совершает геула для нас и вернется лиголь. То есть, в принципе, они верят в эту концепцию. То есть, они, да, понимают, просто им закрыто, что все это осуществлено в Ешуа Гамашехе, который из Нацирета, который там 2000 лет назад падао тану, выкупил. То есть, мы принадлежим ему. Запечатлел, где-то печать поставил. Но когда он вернется, вот тогда включатся все те процессы, когда Израиль переживет восстановление, займет свою позицию. Восстановление Израиля уже началось. Да. 66 лет тому назад. Да, в 48 году. Когда мы приехали в эту страну. То есть, ты не натурайкарта, это видно. Да. Восстановление Израиля уже началось, но пока еще нет плодов. А плоды будут, когда будет покаяние. Окей. То есть, значит, еще раз. Ишуа должен был совершить то, что он совершил в Песах. Хоть это было очень похоже на Йом-Кипур. Чтобы закончить цикл. Правильно? Закончить цикл всех жертвоприношений. И доказательства уже нет у жертвоприношений 2000 лет. Нету священника, нету первого священника. И более того, Господь Бог поставил на храмовой горе мусульман. А сколько их на земле? Более миллиарда. То есть, они шапкой могут закидать еврейское государство. Но Бог поставил этих мусульман на храмовой горе, чтобы доказать нам, что нету никакой возможности построить храм и сделать жертвой. Смотрите, на кого я вам представил как жертву. Да, да, да. Окей. Писание говорит, что будут прославлять Бога на храмовой горе, Бога Израиля. То есть, восстановится третий храм. Но это Езекииль. Это значит, через скопки и сурим народ Израиля должен пройти, чтобы мусульмане сказали бы с этого, идите прославляйте своего Бога на горе. Ты думаешь, они скажут? Ну, да, должно же быть. Может быть, там уже ничего не останется? Мусульман не становится меньше на земле, а их становится все больше и больше. Может быть, это все-таки говорит о... И я задаю вопрос абсолютно всем. Неужели мы хотим еще один холокост для нашего народа? Был такой мессианский еврей Артур Кац. Был такой проницательный и все такое. В Израиле его не любят, потому что он часто говорил о второй диаспоре и прочее-прочее. Я не верю в это. Я надеюсь, что Бог не позволит, чтобы здесь случилось то, что случилось раньше, и мы в его руках. Хотя знать никто ничего не может достоверно. Нерия, давай мы сейчас еще... Я вижу, что осенние праздники и жертвы уносят нас в разные стороны. Это все очень интересно. Давай мы еще раз прервемся. И для следующей передачи мы уже поговорим про Суккот. Там тоже глубина. Суккот это глубина. Ну, как и Йом-Кипур и все остальное, но там что-то особенное. И ты расскажешь нам, как ты это понимаешь, чтобы мы могли увидеть, как заканчивается этот цикл. Спасибо всем за внимание, что были с нами. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!